Так, меньше часа назад в Таиланде началась третья фаза операции по спасению подростков из затопленной пещеры. Там всё ещё остаются пять человек, четверо школьников и их тренер. А уже вызволены из заточения восемь детей сейчас в больнице. Как врачи оценивают их состояние, расскажет Алена Пивкина. Первые результаты анализов показали, что в их крови признаки инфекции. Так что ещё как минимум неделю восьмерым спасённым подросткам придётся провести под пристальным наблюдением врачей. В целом, говорят медики, дети чувствуют себя хорошо. У них нет лихорадки, они самостоятельно передвигаются и уже могут есть нормальную еду. Однако в ближайшие два дня этим уже бывшим пленникам затопленной пещеры предстоят тщательные лабораторные исследования. У четверых подростков пониженная температура тела, поэтому мы заботимся о них с помощью оборудования для обогрева. Кроме того, нас беспокоят результаты рентгена двух мальчиков. Вероятно, у них может быть инфекция в лёгких. Подросткам, имён которых власти по-прежнему не раскрывают, уже вкололи вакцину от бешенства и дали витамин В. Теперь ждут оставшихся пятерых членов группы, которая оказалась в водной ловушке в пещере. Уже несколько дней из неё откачивают воду, чтобы помочь спасателям в проведении операции. Метеорологи утверждают, что нужно торопиться, пока снова не начались дожди. Местные власти настроены оптимистично. Обещают, что уже сегодня всех оставшихся в пещере удастся освободить. Радостная новость. Целью сегодняшней операции является вывод на поверхность всех пятерых человек, остающихся в пещере, и четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми всё время с момента их обнаружения. Сегодня наверх выйдут все девять человек. Спасательные операции занимают в среднем по 10 часов каждая. На маршруте меняют сотни баллонов с воздухом. Именно так дышат спасатели и дети, которые вынуждены преодолевать большую часть пути под водой. Напомню, 23 июня в провинции Чианграй игроки юниорской футбольной команды вместе с тренером зашли в пещеру и через несколько часов оказались заблокированы из-за внезапного наводнения. Дайверы искали группу больше недели. Алена Пивкина, Вести.